Здравствуйте! Сегодня еще один привет от моей ученицы, бывшей ученицы 5-го А-класса Алисочки Путовой. Она тоже написала диктант. Вот у меня уже два человека сочиняют диктанты. Ребят, жду ваших. Вот если даже будет два, например, то мы их в один урок выместим. Но сегодня у нас один диктант Алисочкин в ля-бемоль-мажоре. Ну, я практически ничего не исправляла. В одном месте там у нас не хватило одной четверти, поэтому я из восьмушек сделала две четверные ноты и в одном месте тут одну нотку поменяла. А так все хорошо. Так, диктант ля-бемоль-мажоре, 8 тактов и кусочек. Ля-бемоль-мажор, 4 знака, 7-бемоль-бемоль, ля-бемоль, ля-бемоль. Слушаем диктант номер 17 Алисины. Первый раз. Ля-бемоль-мажор, 4 знака, 7-бемоль, ля-бемоль, ля-бемоль. Все. Ну, что, хороший диктант такой мелодичный, мажорный. Так, ну что, мы определили размер. Здесь три четверти. Не скажу, что диктант сложный, диктант простой, особенно для нас, ну, наши немножко сложнее. Не знаю, конечно, может быть, вы вот такие пишите, ну, и хорошо. И отлично. Здесь всякие есть ритмы разные, триоли, например. Вот синкопу не вижу, синкоп, может быть, еще не проходили, не знаю. Пунктирные ритмы есть. В общем, это три четверти, и у нас есть небольшой затакт в одну четвертую длительность. И в конце ее, конечно, не хватит. Так, давайте с дирижированием мы сыграем. Раз, два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че, хорошо, диктант для пятого класса вполне себе. Так, ну и играю диктант номер 17. Контрольный раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, оставьте его себе еще семь раз, и мы идем проверить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диктант номер 17. Автор Алиса Путова, ученица пятого А-класса. Ля-бемоль-мажор. Так, ну и смотрите, у нас начинается все с Ми, Нэша, Ля-си. Все просто. Так, где мои тактовые черта? О, я забыла тактовые черты написать. Одну секунду, сейчас схожу. Пеналу к своему нехорошо же так оставлять. Пока на волка посмотрите, порадуйтесь, какой он красивый. Пока я тут буду искать и исправлять. Так, на оси до Ми. Конечно же, тактовую черту забыла. Вот, даю. Так, все, поставила. Давайте я вам его еще раз сыграю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй такт. Пунктирный ритм. До, си, ля. Движение по звукам. Доминант, до секс, до аккорда. Очень хорошо. И вот здесь я написала ля, Лисочка, да? Потому что у тебя си почему-то была. Мне кажется, здесь хорошо будет именно ля. Ну и вот у нас за такт идет повторение. Опять к ля. Такого варианта повторного строения диктант получился. Ми. Вторая строчка ля. Ну, триоль. И вот здесь я тоже сделала две четверти. Хотя почему-то были две восьмушки. Ну, не важно. Четверть, четверть. Шестнадцатый. Соль, ля, си, ре. До, ре, ми. И нижневодный звук тоника. Нам не хватает одной четверти, потому что мы вынесли ее в закат. Ну, что, классный диктантик. А вот тот самый волк. Это, не знаю, открывать секрет или нет. Это была именно Алисочка, которая случайно так любила его, играла с ним и оторвала ему ножку. Но потом ее мамочка мне помогла пришить ее. Ну, и я еще обратилась к настоящей маме волка, чтобы мы его починили. То есть, это история с ножкой, которая закончилась очень хорошо уже теперь. Именно связана с Алисочкой. Так что еще очередной привет тебе, Алисочка, от волка, которого ты всегда называла Вовка. Но он не Вовка, он волк. Ну, все. Всем желаю удачи и мира.